В этом здании тренировался, ходил, в бассейне плавал. Небо и земля. В санжёровом здании занимался. Здесь гиревики всегда сильные были. Я когда в университете учился, да, я хоть и гиревиком спортом не занимался, но привлекали наш факультет для выступления на соревнованиях, и здесь мы тренировались. Поэтому, ну, совсем, конечно, разные условия, которые были тогда и какие есть сейчас. Я думаю, что это как раз те современные спортивные условия, вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. Ну, и не только для наших студентов, но и для... Самое главное, чтобы вся эта инфраструктура сейчас работала на город. Потому что она большая, достаточная, и, конечно, не должна превращаться в закрытый клуб только для спортсменов. Здесь всегда должны за ним работать секции. Во всем мире, кстати говоря, спортивный зал даже с четырех вот так работает, очень активно используется. Ну, четыре-то я рановато, но вот я с шести, с полседьмого тренируюсь, вполне себе комфортно можно тренироваться. В рамках реализации национального проекта предусмотрена большая программа строительства спортивных объектов. Я уже не говорю о площадных объектах, которые мы создаем. Уже в этом году мы строим спортивные комплексы в Ярково. В Тобольске у нас бассейн, крытый лед, спортивный комплекс. Еще семь объектов проектируется, боюсь сейчас все не вспомнить. Точно, значит, у нас мы проектируем бассейн Забыковский и Лутеровский, спортивный комплекс в Червишево, в Бердюжье. В Тобольске опять же проектируется спортивно-оздоровительный комплекс. В общем, много объектов такого, так сказать, капитального исполнения, но при этом, уже я говорил, очень много создается плоскостных объектов при реконструкции общеобразовательных учреждений, при благоустройстве дворов и общественных пространств и в городе, и в других городах. Я считаю, что важно не только, чтобы были условия для занятия в залах, в игровых залах, в залах борьбы, тренажерных залах. Больше времени нужно проводить на свежем воздухе и создавать условия для занятия физической культурой. Когда человек может выйти, пробежать кросс, позаниматься на турнике, на брусьях, чтобы была доступна футбольная площадка, чтобы могли дети выходить, собираться взрослые и играть в футбол в доступном и, самое главное, близком к месту проживания, либо учебном варианте. Поэтому инфраструктура у нас большая. В целом у нас более 3700 объектов спортивной инфраструктуры в городе, в области существует. И, безусловно, одна из важнейших задач, которая в национальном проекте у нас стоит, это процент наших земляков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Цели большие. По итогам текущего периода 2019 года, по нашим данным, почти 44% наших земляков регулярно занимаются спортом. Но я думаю, что реализация тех планов по инфраструктуре, о которых я говорил, поможет нам существенно повысить, я думаю, что не только создание инфраструктуры, но и, в принципе, тенденции, которые в обществе сегодня существуют, тенденции к здоровому образу жизни, здоровому питанию, занятию спортом, позволяют нам быть уверены в том, что мы эти задачи выполним. Продолжение следует...